Известная российская актриса Марина Голуб активно снималась в кино и строила успешную карьеру на ТВ. Однако все оборвалось в одно мгновение. Трагическая автомобильная катастрофа, произошедшая 8 лет назад, унесла жизнь народной любимицы. Актрисе не было из 60 лет. У Марины Голуб осталась дочь от первого брака, Анастасия. Давайте же узнаем, как живет девушка и чем занимается. Известно, что дочь Марины Голуб, Анастасия, работает режиссером и продюсером. Также ее можно было увидеть в качестве ведущей на телевидении. По словам Анастасии, ее часто сравнивают с мамой. В этом году дочери Марина Голуб исполнилось 35 лет. Дочь известной российской актрисы признается, что ей привили особое отношение к застольям. Так, например, отмечая свой 33-й год рождения, девушка собрала дома аж 35 человек. Причем при подготовке к застолью Анастасии Голуб никто не помогал, она все делала сама. Анастасия до сих пор верит, что ее звездная мама наблюдает за ней. По ее словам, она чувствует ее присутствие. Девушка рассказала, как однажды в момент особой тоски по маме раздался телефонный звонок. На линии был продюсер передачи «Девчата», который предложил Анастасии принять в ней участие в качестве ведущей. Девушка считает, что эта мама услышала ее в тот момент. У Марины Голуб со слов ее дочери и при жизни была невероятная интуиция. Она всегда могла понять, когда ее чадо в плохом состоянии. И звонила именно в те минуты. После трагического ухода матери жизнь Анастасии сильно изменилась. Она оказалась одна. И тут на помощь ей пришел ее родной отец, первый муж Марины Голуб, бизнесмен Евгений Тройкин. Первый брак звезды был настолько недолгим, что ее единственная дочь не жила с родным отцом совсем и практически с ним не общалась. Вторым избранником Марины стал артист Вадим Долгачев, но и этот брак оказался недолгим. После этого Марина отправилась в ЗАГС с третьим мужем, актером Анатолием Белым. Они впервые встретились в 1995 и вскоре поженились, шокировав творческий бомонд. Их различало буквально все – возраст, социальный статус, профессиональная востребованность. По мнению сплетников, именно Марина помогла молодому мужу вырасти как профессионалу. Ему стали предлагать роли в кино и театре. Анатолий в то время даже стал заслуженным артистом Российской Федерации. Свою последнюю любовь Марина Голуб встретила в лице бизнесмена Михаила Кравченко. Он был хорош во всем, имел приятную внешность и манеры, умел ухаживать за любимой женщиной, угадывал ее желания, заваливал цветами и подарками. Но это счастье длилось недолго. Михаила застрелили рядом с собственным подъездом. Кто был заказчиком, так и осталось тайной. Смерть Михаила сильно отразилась на Марине. Напомним, Марина Голуб погибла в ДТП 9 октября 2012 года. Она просто поймала такси и ехала домой со съемок по ночной Москве. Виновным в ДТП признали водителя Кадиллака, который врезался в машину, где ехала заслуженная артистка Российской Федерации. За нарушение правил дорожного движения, повлекшим за собой смерти людей, водитель такси также скончался, 31-летний Алексей Русаков был осужден на 6,5 лет лишения свободы. С места происшествия он скрылся и приехал в полицию лишь спустя несколько дней, подавшись уговорам своей девушке Виктории, теперь уже его жены. Великолепная, талантливейшая актриса, харизматичная телеведущая, яркая женщина Марина Голубь покинула наш мир в самом рассвете лет, как часто случается с талантливыми людьми. Но она будет всегда жить в наших сердцах. На этом все, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!